Недавно в Чувашии осудили сотрудника колонии, который за вознаграждение проносил за решетку запрещенные предметы. С подробностями Дмитрий Ковалев. На запретный плод младший инспектор исправительной колонии номер один покусился, не проработав своей должности и месяца. В его обязанности входило досматривать посылки и изымать предметы, не положенные в местах не столь отдаленных. Но жажда наживы оказалась сильнее. Подзаработать ему предложил один из осужденных. За обещанную взятку 8 тысяч инспектор пронес в колонию два сотовых телефона. Процесс передачи происходил таким образом. Лукаенов, находясь в данном исправительном учреждении, отбывая срок наказания, Шеблеву за перенос, за недосмотр посылки, в которой находился сотовый телефон, передал первую часть взятки в сумме 5 тысяч рублей. В свою очередь Шеблев Денис не досмотрел данную посылку и данный сотовый телефон оказался в руках осужденного. Для чего понадобился сотовый телефон осужденному неизвестно. В прокуратуре не исключают. Благодаря ему в колонии проворачивали аферы. Имеет место факты переноса сотовых телефонов в исправительное учреждение для осужденных, которые, в свою очередь, находясь в местах лишения свободы, в том числе оказывают давление на потерпевших и свидетелей по уголовным делам. Спустя некоторое время инспектор попал в разработку оперативных служб. Сотрудника колонии снова попросили об услуге. Но очередную запрещенную посылку и деньги в этот раз ему передавало подставное лицо. Все детали встречи они обсуждали за несколько дней по телефону. Младшего инспектора задержали с поличным, изъяв у него деньги и сотовый телефон. Свою вину он отрицать не стал и пообещал сотрудничать со следствием. За колючую проволоку теперь уже бывшего сотрудника УФСИН отправлять не стали. Судья назначил ему наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей. Дмитрий Ковалев, Константин Козлов, Республика.